Всем привет, друзья, с вами Маркович, мы продолжаем играть в Foundation. В прошлый раз у нас с вами появился вот такой вот прекрасный постоялый двор. Он еще не до конца завершен, мы с вами скорее всего здесь закроем территорию до конца, вот этой вот оградой, да, специально обученной для таверны. Сделаем еще одну арочку, чтобы они могли здесь тоже проходить. Ну, уберем отсюда лесников, на самом деле они тут нафиг не нужны, в общем-то это я стоял, чтобы они здесь мне вырубили все лишнее. А лес нам с вами здесь еще пригодится. Пригодится он для чего? Пригодится для того, чтобы сделать здесь охотничьи угодья, которых, собственно, охотники будут добывать нам мясо кабана. И потом это мясо у нас будет отправляться вот сюда вот на кухню, в нашем постоялом дворе. И, собственно, мясо из этого кабана и сыра будут производиться невероятные блюда просто, которые люди смогут здесь у нас кушать, соответственно. Ну, я надеюсь, что это им тоже понравится, и они еще будут более счастливы, да, в нашем прекрасном городе. Вот, и, кстати говоря, мы тут прямо видим, сейчас у нас строится новый домик. Ну, даже люди стали сюда потихонечку переезжать поближе, да, к рабочим местам. Замечательно. Вот, и прежде чем мы с вами все это сделаем, я бы хотел еще кое-что сделать. Я тут смотрю, у меня что-то потихонечку вроде как становится меньше одежды, хотя одежда вроде то есть, то нет ее, но для большей уверенности... Сейчас, во-первых, гляну, мы продаем или нет, я что-то не помню. Шмотки, шмотки, шмотки. Да, мы продаем, по идее, но сейчас у нас торговать-то особо и нечем. И чтобы увеличить количество, нам с вами нужно больше производить ткани, да. Вроде как шерсть пока еще имеется. Я даже, наверное, знаю, что сделаю. Я, в принципе... Наверное, поставим потом еще одну овцеферму, потому что у нас безработные ребятки как раз сейчас имеются. Но посмотрим, как у нас переработка шерсти именно пойдет. Поэтому сейчас сначала хижину качать здесь бахнем, давайте. Ну вот, у нас в этом местечке как раз-таки мы с вами хотели располагать ее еще одну, да. Мы тут заранее, так сказать, подготовили побольше места. Так вот, аккуратненько здесь поставим. Надеюсь, ничего мешаться не будет. Никому и ничему, да. Вот здесь пускай они строят еще одну хижину. Если что, мы с вами здесь еще и дополним потом мастерских портных тоже побольше сделаем. Можно сюда поставить, можно и здесь, наверное, одну будет еще поставить. Да, может, как-нибудь сюда еще влепим, не знаю. Посмотрим. Ну, в общем, ладно, те места пока трогать не будем. Пускай они там лучше строят то, что строят. То, что нам с вами нужно. Вот, ну и в целом у нас, я надеюсь, сейчас будет больше одежды. Мы сможем ей, конечно же, тоже торговать. Хлеба тоже маловато, в принципе, у нас. То, что сейчас, опять же, стали покупать его хорошо. Да, да и сыра не так много. Вот, и сыр бы я, наверное, пустил бы с рынка. Все-таки пустил бы вот туда потом на производство. Либо, конечно, увеличивать. Строить еще одну, видимо, молочную ферму придется. Потому что тут не так уж много молока у нас, на самом деле, скапливается. Да, у нас с вами в сыроварню эти замечательные. И мы видим, что, в принципе, да, здесь у нас тоже сыр есть. Молока немножко маловато, конечно. Но, ладно, с этим тоже. По пунктикам, скажем так, будем потихонечку разбираться. Нам бы с вами все-таки пшеницу еще улучшить, да, увеличить. И таким образом мы с вами увеличим количество хлеба. Рыбы, ягоды у нас с вами достаточно. В принципе, инструмент потихонечку делается. Дерево есть. Тут, в принципе, все нормально. Даже много оружия, довольно-таки, кстати говоря. Как там чувствуют себя наши вояки? Давайте посмотрим. Ну, некоторые еще из них ранены. Поэтому пускай они хилиться, живут, обучаются заново. И у нас уже два солдата, кстати говоря, есть. Причем один пятого уровня. Даже ничего себе какой силач. Вот. И будем потихонечку отправлять их тоже на все эти заварушки. Так, ну что, давайте пока посмотрим, что здесь можно настроить. Как здесь можно настроить, да. Нас с вами интересует, получается, хижина охотника. Вот, собственно, он производит кабан. Как раз таки кабана, да. Будут мясо добывать. То, что нам и нужно. У нас с вами вот такая вот зона будет прям здоровенная. Жесть у него зона. Это прям, смотрите, прям пипец. Я думаю, я верну, наверное, сюда склад тогда. На этом... Хотя даже, наверное, не склад лучше. Получается же на амбаре хранится у нас... В амбаре, точнее, хранится мясо-то, да, наверное? Так, еда. Амбар сырая еда. Но это, я думаю, что кабаны, интересно, куда относятся. Сейчас проверим. Кабаны есть? Да, кабаны здесь есть, кстати говоря. Поэтому, да, все-таки нужно будет амбар, наверное, бахнуть здесь еще один тогда. И как раз он будет здесь кстати, потому что у нас с вами здесь ягоды есть. Можно будет сюда их еще и складировать. Ну, вообще, вот, короче, как так сделаем. Давайте. Так, хижина охотника, да? Я поставлю, наверное, одну пока сюда. Вот так вот. И если что, мы с вами еще в этой вот зоне сможем побольше их разместить. Ну, не одну, где еще одну. Здесь, например, бахнем. Здесь бахнем. Ну, в общем, тут лес, там лес, там они будут охотиться. Так, ну, пока пускай здесь одного охотничка построят. Там дальше разберемся, значит, амбар с вами, как мы будем строить. Давайте тоже посмотрим. Так, меня интересует амбар. И я хочу поставить... Ну, в принципе, здесь уже местечко есть такое, как бы, более-менее готовое, да, к постройке. Здесь можно будет как раз хранить у нас с вами и... Ну, и ягоды относительно тоже недалеко, получается, будут храниться здесь, в общем-то. Что нам с вами тоже на руку. И к рынку тоже будет удобнее. И вообще, будет здорово. Давайте, ставим здесь тогда один амбар еще дополнительно. Пускай тоже строят его. Вот. И, кстати говоря, кстати говоря, ягоды, если вдруг у нас с вами все-таки в минус сейчас пойдут, то мы сможем, во-первых, здесь, да, построить, как и хотели. И я думаю, все-таки хрен бы с ним задействуем здесь, чтобы не пропадало тоже у нас это добро, да. Пускай здесь хоть у нас и лорд живет, и у нас тут еще и военные. Ну, как бы, ягоды есть, значит, будем их использовать, почему бы и нет. Я бы, на самом деле, еще, конечно, добавил здесь украшений всяких разных в этот двор. Хотя бы внутрь, да, какие-нибудь там деревья можно было бы поставить. Давайте посмотрим, кстати говоря, на них. Так, декоративные... Нет, мне нужно дерево, дерево, дерево. Вот, декоративное дерево. Ну да, да, просто тут внутри поставить парочку, я думаю, будет уже, в принципе, неплохо смотреться. Или снаружи. Ну, хотя здесь снаружи зачем? Как особо-то... Тут просто дорога идет и идет, и все. Ну, хотя это пока дорога, а потом-то, может быть, чем здесь и будет. Как вариант, да, вот так, если поставить. Допустим, ну, примерно через такие расстояния, мне кажется, будет, в принципе, нормально смотреться. Вот, ну, не обязательно супер одинаково, но вот как-то вот так вот сделаем. Пускай они подрастут, и уже тогда будет видно и понятно, что да как. Ну, и внутри здесь тоже можно будет где-нибудь потом что-нибудь. Хотя здесь деревьев и так, на самом деле, дофига и больше. Тут, вон, лес целый растет прямо и прекрасно себя чувствует. Тем временем, у нас с ним построилась хижина ткача замечательно. У нас тут опять гуляет овечка по городу. Слушай, овечка, ты бы шла лучше здесь пастись, давай. Так, в ткача назначаем... А у нас тут двое работает? Да, двое. Значит, давайте сюда тоже. Сразу, наверное, двоих бахнем. Пускай работают, как бы. Чего бы и нет. Вот, пускай. Так, у нас здесь кто-нибудь живет или вообще, или нет? Да, кто-то поселился. Ну, хорошо, надеюсь, потом тоже это у нас проапается все. Я, да, разрешил, ну, собственно, как в прошлый раз, как мы поняли уже, да, перестройку домов. Собственно, ну, и у нас потихонечку город здесь заполняется такими прям городскими домами. Красота. Да и только. Итак, хижина охотника у нас с ним построена. Давайте на нее посмотрим. Вот она. Здесь может работать один охотник. Давайте его назначим сюда. И назначим ему охотничьи угодья, да, где он сможет добывать. Так, охотничьи угодья. Ну, я думаю, вот, как бы. Что-то он, собственно, ходит по лесу, бродит и, надеюсь, добывает нам там, собственно, провизию, скажем так, да. Здесь можешь охотиться. Да, можешь и здесь охотиться, если ей вдруг получится. Посмотрим заодно, кстати, может здесь будет охотиться или нет ему. Можешь и здесь, в общем-то, бегать за добычей. Мы будем не против. Давай, занимайся. Я бы даже хотел прямо глянуть, как у него это будет получаться или не получаться. Так, аудиенция. Сейчас мы обязательно на нее ответим, потому что, ну, там, как бы денежки. А денежки нам сейчас нужны. Так, давайте здесь так выделим. Все, пускай он занимается. Так, ну что, что ты там хочешь? Давайте. Он хочет рыбы. Рыба у нас есть. Кому будем помогать на сей раз? Ну, давайте церковь, получается, духовенство туда поможем. Так, духовенство. Рыбу забирайте. Рыбу у нас с вами миллиард примерно. Ну, плюс денежки. Спасибо большое. Денежки это то, что нам с вами нужно. Так, как там у нас дела с вами с тканью идут? Давайте смотреть. Ткань. Ну, вроде есть немножко шмоток. Вроде бы тоже потихонечку, полигонечку появляться стало, да? Но, если что, опять же, будем, так сказать, держать руку на пульсе. И будем, собственно, с вами строить еще тогда одного портного. Пускай работают. Пускай делают шмотки. Шмотки все-таки это хорошо. Шмотки это продажи и за границу, и всем на свете. Так, где у нас здесь товарищ охотник? Чем он вообще занимается? А? Ага. А-а-а. Смотрите-ка, он правда стреляет из лука? А по кому ты стреляешь? Я ничего не вижу. Так, можно еще раз показать, что ты делаешь? А, все, ты уже обратно пришел. Ничего себе. Какой молодец. Что ты принес нам? Один кабанчик всего лишь. Ну, один кабанчик это лучше, чем вообще не кабанчик. Правильно? Правильно. Но я бы хотел глянуть немножко на тебя. Ага. Смотри, стоит. Вот он. Вот он. Камера, сфокусируйся. Пожалуйста, на нем. Но я так понимаю, здесь кабанчиков, кто видно, не будет никаких. Да? Просто он как бы стоит, делает свое дело и туда-сюда ходит. Но ладно, главное, что он этим занимается, что у него есть, собственно, место, где можно поохотиться. И, соответственно, чтобы кабаны у нас с ними были, мы будем складировать их вот сюда. Сейчас амбар достроится. И ягоды, и кабанов. А там дальше уже посмотрим, как пойдет. И по поводу сыра все-таки я бы хотел, наверное, еще увеличить. Скажем так. Так, сыропроизводство, да? Но нам надо реально увеличивать его, потому что нас очень хорошо его едят. Оно еще нам нужно будет и, получается, туда в производстве. Но, может быть, сыроварню сейчас еще одну здесь построим тогда, в этой местности вот здесь. Молоко вроде как бы и есть. Я сейчас на склад стал его тоже хранить, сюда в амбар. И, в принципе, здесь человечки вот потихонечку таскают его. Но посмотрим, если что, построим еще одну ферму тогда, что делать. Главное, чтобы везде всего хватало. Так, здесь у нас в амбаре плюс рабочий. Я знаю, что думаю. Я думаю, мы с вами сразу поставим две охотничьих хижины. И здесь еще одну все-таки тоже поставлю. Пускай будет. Пускай будет. Но, конечно, денег стоит тоже. Но оно нам приносит полезные вещи, да, штуки. Поэтому, как бы, почему бы и нет. Так, вот сюда давай тебя куда-нибудь пахнем, чтобы там не сильно тоже нам, скажем так, идиллию нашу рушил здесь. Строите, пожалуйста. В принципе, и в город далеко залезать не будет. Эта зона, да, нехорошая. И, в принципе, и работать здесь тоже у них есть где. Окей, два охотника лучше, чем один. Быстрее, больше кабанов. Все, ягоды сюда уже начали относить сразу же. Замечательно. Это просто прекрасно. Хорошо, значит, ягоды мы складируем, кабанов мы с вами складируем. Сейчас посмотрим, разберем все, что с сыром делать будем, да, еще. Ну, хлеба тоже, да, мало очень. Хлеба очень мало. Что у нас там по безработным? Мне кажется, не так много их осталось. Так, что там? А, негде работать у тебя, да, наверняка. Ну, давай мы тебе уберем работу, у тебя уберем и тебе уберем. Все, потом пойдете на другие специальности у нас, значит. Да, еще безработные пока есть, ребят, так что, в принципе, наверное, приглашать никого не буду. Кушают, все едят, шмотки покупают. Это самое главное. Ну что, давайте попробуем сюда повара назначить, да? Так, товарищ повар у нас с вами есть. И, в принципе, я так полагаю, что сейчас будет заниматься повар тем, что готовит. У нас, в принципе, кабанчики тоже потихонечку появляются. Сыр, ну, как бы с перевоями тоже имеется. Хоть и далеко на складе, но, тем не менее, здесь он у нас есть, да? А, хотя здесь ноль сыра, понятно. Ну, потому что сейчас сразу на рынок отправляется. Посмотрим, ладно, подождем сейчас немножечко. Посмотрим, когда будет все здесь у нас располагаться. Если что, мы с вами, возможно, сыр пока с продажи уберем. Будем таскать все сюда. Так, а ты у нас где? Ты у нас прямо здесь уже тусуешься, да? Я правильно понимаю. Так, сейчас, давайте посмотрим. А, нет, повар вот. Так, повар тащит у нас чего? Повар тащит у нас, видимо, сейчас кабана сюда, да? Я так понимаю, сейчас посмотрим, что здесь заполнится. Так, притащил. Ага, три кабана появилось. И теперь ты идешь, несу кое-какие ресурсы. Какие-то такие кое-какие, ну-ка расскажи нам. Так, и он сейчас здесь, о, заодно он сейчас себе здесь тропинку, брат, вообще-то хорошо. Мы как раз будем по ней ориентироваться, где можно будет построить еще ворота, например, здесь, да, где-то. И, соответственно, здесь стеночку куда-то делать. Вот, тут еще можно будет потом еще кухню построить, еще чего-нибудь. Как-то так. Так, вот ты теперь, я вот так понимаю, пошел далеко за сыром. Скорее всего, он идет вот сюда, прямо в сыроварню. Ну и хорошо, пускай забирает, если успеет, конечно. Я надеюсь, что успеет, и блюда появятся такие. И у нас ребята здесь будут наши тоже отдыхать. Пока не очень много мест, всего лишь типа 28, да, но мы там потом с вами еще назначим новые сооружения, и будет больше мест, если нужно, это будет, конечно. Вообще интересно поглядеть, как здесь будут у нас с вами какие-то деньги, наверное, с этого должны переходить, если правильно. Еще один охотник у нас с ним появляется, и сейчас он тоже начнет добывать нам все необходимое именно кабанов. Ну, тут, конечно, пока один не справляется, не успевает. Что у нас с вами здесь происходит? Я хочу смотреть. Так. Ага, два блюда, кстати, есть. Ты смотри-ка, целых два блюда, только кто их будет кушать, пока непонятно, да? Но надеюсь, что наши ребятки, которые захотят здесь отдохнуть потом у нас в дальнейшем. Ну, посмотрим. Так, ну, я вот наблюдаю сейчас за тканью, в принципе, ткань появляется, да, но теперь, конечно же, не хватает нам с вами шерсти. Шерсть, она и понятна. Угу, пока, возможно, сохраним тот уровень. 111 шмоток, не так уж и много, но вот опять принесли немножко, смотрите-ка сюда, хорошо, готовые шмотки, да, получаются. Здесь 0-0 пока, но люди просто работают. Ладно, посмотрим, сейчас пока не буду больше делать, но, если что, мы с вами построим еще ферму, и, возможно, еще одну. Вот эту самую мастерскую портного. Так, а вот теперь у нас, в принципе, да, есть возможность повысить некоторых людей до горожан, и я, наверное, хочу, чтобы горожане изначально жили вот в этом доме у нас, который находится рядом с нашей величественной церковью, и поэтому я возьму, пожалуй, отсюда жильцов. Так, у нас есть Вильям, каменчик 6-го уровня, между прочим, заслужил, мне кажется, быть горожанином, да, а также у нас здесь есть ткач, также 6-го уровня, почему бы и нет, сделаем тоже горожанином. Посмотрим заодно, какие потребности нужны им будут. Я думаю, что, как раз, возможно, они в таверну будут ходить еще куда-нибудь, и что-нибудь типа того. Но, опять же, много их делать не будем сейчас. Так, значит, получается, Вильям, давай точно у нас будешь горожанином, да, держи, и получается кто-то, Жульен. Жульен, вот, ты у нас тоже будешь горожанином. Ну, пока все, пока только двое, давайте посмотрим, как поменяется их жизнь теперь, да. Было бы интересно понаблюдать, конечно. Ну, в принципе, им нужно то же самое, да, я смотрю, им нужно либо только еще плюс предметы роскоши. Также вера, одежда, два предмета из еды, ну, точнее, два вида еды, потребности в воде, в жилье, соответственно, и плюс предметы роскоши, чтобы они прям были максимально счастливы, хотя он так, в принципе, счастлив. Предметы роскоши, получается, опять же, украшения, мед, травы, видимо, я там не вижу, что еще вино похоже, да, и либо пиво, кстати говоря. Но вот к пиву мы с вами как раз-таки тоже хотели вернуться, да, мы хотели с вами, значит, производить его вот здесь, собственно, выращивать все необходимое для этого дела, и, соответственно, там же его и делать, производить, и потом уже распространять, скажем так, по городу, по рынкам и так далее, где это нужно будет вообще нам с вами. Вот, так, дом построился, а, ну, дом у нас просто здесь расширился, нифига себе, блин, вы построились. И как вам так нормально будет такое соседство, да, ничего? Нет, ну, зато, конечно, здесь люди бегают не будут, хотя бы проходной улицы не станет у них нормально, дворик неплохой отстроили себе. Я так подумал, возможно, здесь есть смысл поставить еще одни ворота, не впритык вот здесь, но где-то вот в этой стороне как раз, потому что я тут сейчас убирал стенку, и они сейчас, конечно же, стали бегать здесь, потому что тут гораздо удобнее добегать до всего этого добра. Вот, давайте-ка мы так и сделаем, сейчас здесь уберу сегмент вот этот вот замечательный, прекрасный, и поставим здесь ворота, потом сейчас все это соединим, и будет хорошо. Плюс одни ворота, но только нужно будет поставить, конечно, еще такие вот флаги, конечно, красивые, но это мы с вами отредактируем, это устроение, и все будет у нас с вами хорошо. Так, дайте мне ворота, деревянные ворота, вот они здесь были у нас, просто поставим сейчас так. Все прекрасно, плюс ворота есть, они здесь теперь сквозь них проходят, им здесь главное место позволяет, И, конечно же, удобнее будет и до фермы бегать И сюда, в общем-то, удобнее будет бегать И нашим производителям сыра Так, теперь что мы с вами сделаем Мы с вами сейчас отредактируем здесь немножечко Дам редактировать Мне нужны вот эти вот Замечательные, прекрасные знамена Нет, не знамена, вру, мне нужны А, знамена, вот такие Которые, собственно, поставятся вот здесь Вот так же перед входом Раз И сюда еще давайте тоже Вот так немножко развернем в эту сторону Во Все, здесь будет два Прекрасно Начать строительство Все, сейчас они займут Там всего лишь Немножко материалов нужно потратить И будет здорово Так, во Другое дело, в общем-то Другое дело Чтобы здесь постоянно тоже не оббегали, знаете По кругу, вот так они Так будет в разы удобнее Тем более, здесь тоже защитная башня есть, если что Как бы к воротам как раз Скажем так, назначенная Что мы с вами еще сейчас сделаем Мы попробуем поднять производство все-таки хлеба Я хочу, потому что, ну, реально его покупают И за границу, опять же Так, что нам нужно? Нам нужно, значит, новые поля Одно хотя бы поле, да И я бы не хотел покупать для этого Вот эту территорию Хотя здесь, конечно, территория хорошая Ровненькая Можно здесь как раз поставить Было бы ферму и сделать поле еще одно Но Деньги, как бы, тоже, знаете, не резиновые Налогов и так дофига платим сейчас У нас, в принципе, есть довольно много Места Оно хоть не очень ровное Но, как бы, оно наше И его нужно как-то задействовать Правильно? Правильно Здесь по-прежнему пока трогать ничего не буду Потому что я все-таки на пиво, надеюсь, производство Здесь у нас леса всякие Здесь у нас тоже охотники и прочее-прочее Добро стоит, вот Поэтому мы с вами сейчас будем разрабатывать, скажем так, вот эту вот часть Мы отсюда уберем леса Я для этого, естественно, поставлю Что? Правильно Лагерь лесорубов здесь Прямо здесь поставлю Где-нибудь пускай Так Давайте возвращайтесь Я там тянули одного человека отправил Сейчас просто денег подфармить немножко нам Значит, поставим здесь лагерь Здесь все Вот это сейчас сбреем Вот это сбреем Вот это сбреем И Наверное, где-то здесь Либо, может быть, здесь, кстати говоря, как раз Около стеночки Поставлю еще одну ферму И здесь у нас с вами будет много места, чтобы сажать пшеницу Она будет немножко на склоне Но, тем не менее, разницы какой-то в этом особо нету Главное, что можно будет сажать Все, сейчас здесь вырубят тогда наши ребята И будем делать пшеницу Производить Выращивать Вот А здесь у нас появится еще Как я планировал раньше Ветрина, мельница, скорее всего, добыть Перерабатывать Ну и пекарные тоже места есть, в принципе Так, здрасте Что там у вас? Давайте выходить сюда работать срочно Мы с вами сейчас будем убирать Все вот это вот для начала Давайте весь этот лес, который мы с вами хранили Но сейчас, я думаю, пришло время от него избавляться Так, немножко золота Спасибо и всего остального Нам приехало Прекрасно, замечательно Так что здесь все убираем Вот это вот добро Прям все, 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 все Не стесняемся Врубаем Для начала Это пока оставим И вот, наверное, здесь тоже сейчас вырубим Так, это будет не сейчас? А, нет, нормально Наверное, не будет, надеюсь Так, это тоже все, все, все Убираем Здесь у нас не до конца уберется Но, тем не менее Потому что территория не вся наша Вот, ну, мы пока с вами подождем Пока, собственно, попроизводим с того, что есть, естественно Ну что же, потихонечку лес у нас с вами здесь исчезает Это замечательно То, что нам с вами нужно было И все-таки давайте, я думаю, поставим мы с вами вот эту вот овечку Статую, точнее, овечки Да, поставим вот здесь Прям подходящее, мне кажется, для нее место Все Устанавливаем И потом еще можно будет как-нибудь украсить Во, пошло дело Всего лишь нужно 50 камней И 20 инструментов у нас с вами И то, и другое Кстати, не так уж и много, на самом деле, инструментов осталось Но 20-очка найдется, я думаю И как раз в центре города нашего Будет установлено Довольно быстро строится Смотрите, нифига себе Как она быстро появляется Из ничего Ну, окей, пускай Пускай занимаются Нам как раз это и нужно Ну, а что ж Вот и прекрасная статуя овечки Которая, собственно Производит шерсть для наших рабочек Чтобы они производили себе теплой одежды И могли спокойно зимовать Ну и, собственно, согреваться В любой холодный денечек По-моему, прекрасно Ну что ж Я думаю, пора В принципе, здесь потихонечку Начинать строить ферму уже Так, а у нас тут можно еще повысить Нам надо, кстати говоря Еще 5 горожан сделать Чтобы у нас там открылись еще какие-то строения Там, монстыри и прочее, прочее, прочее Так что В принципе, можно, наверное, кого-то подогнать У нас тут раз, два, три Четыре, пять, шесть На выбор, в принципе, есть А вот, в принципе, мне нравится Пекарь, пекарь На 100% здесь ребята живут Давайте Блин, 200 за каждого Это тысячу мы сейчас с вами потратим Жесть Ну, что поделать Так, пекарь есть Еще один пекарь, пожалуйста Еще один Значит, сыровар Доступно каменный мост О, балдеж Так Сыровар еще И портной Получается О, да Разблокировали мы с вами сейчас Целую кучу Су всякого разного добра Кстати, фонтанчик появился У нас там еще Прекрасный, замечательный Не менее прекрасный, чем эта овечка Замечательная Можно будет где-нибудь поставить Вместо колодца, например Почему нет? Жалко, фонтан воду, конечно, не производит Поэтому не поставим мы вместо Но можно будет, например Просто сюда бахнуть Хотя здесь и так, мне кажется Все прекрасно Но центр города с другой стороны Каменный мост Вот такой, нифига себе Жесть Тут что творится Только гляньте-ка Разные врата Есть Прям каменная арка Охренеть Впускная решетка Даже на мост О, нет Только нет А сейчас у нас минус все урожаи Короче, да Опять дождь Опять град Опять все Вот это вот Большая башня Но мост прям, конечно, да Перил деревянный Деревянные врата Есть Куча всякого разного Ну что ж А мы возвращаемся к нашим барашкам А именно ферме пшеницы Мы поставим ее прямо здесь Вот прям под башней Пшкай у нее строят И вот тут еще огромное поле у них Будет для разработки В принципе И здесь тоже Я думаю, мы немножко поменяем зону В общем-то, да С вами получается Здесь была зона Но теперь Можно будет немножко сюда еще уйти Вот так вот Дать такую зону, скажем так Ей И здесь немножко закрасить А, здесь у нас нет Здесь не закрасим Здесь у нас будет то, что новые эти стоят Новые мельницы Вот А эту как раз таки мы отдадим В этой ферме Окей Так и поступим Так, ну и для новой фермы тоже Пока вот столько места от гаражу Там дальше будет видно Мы Отсюда уедем, конечно же Этот лагерь в итоге Когда там сейчас все дерево заберут Так, а здесь пока Давайте тоже троих ребят назначим Ну и все Пока что хватит Пускай трудятся себе здесь Ворачивают пшеничку Вот Хорошо Сейчас будем наблюдать Сколько у нас с ними пшеницы будет храниться Я думаю, что возможно Даже склад поставим под пшеницу Чтобы можно было действительно Там ее хранить Как бы И потом перерабатывать уже на муку Непосредственно А то у нас Отсюда-то ее забирают Но здесь-то максимальная вместимость Тоже имеется Наверное 50, как и везде, да? Вот И поэтому, конечно Было бы не дурно Чтобы Хотя вот сейчас вроде Смотрю, немного здесь остается Что-то ее забирают Вроде как на переплавку Ну, на перегонку На переработку Так, ну что ж Пришло время, так сказать Обратиться к нашим открытиям Да, давайте посмотрим Бонус к торговле, во-первых Откроем Замечательно Все у нас с вами Здесь у короля Все открыто У нас еще осталось Сколько он очков Дофига И больше Значит, здесь у нас У народа Остается налоговое ведомство Которого можно будет назначить Замечательно Назначаем Функция Страна недоступна Балдеж Сейчас будем испытывать Так, и здесь Ну, открываем, конечно Бонус к торговле Само собой Естественно Да, открываем монастырь А-а-а Это было подло Это была подлая игра Зачем ты меня под руку подвернула Так, монастырь открываем Значит, открываем Травяной сад, естественно Вино Пасека Вот это вот все И нам нужны будут монахи Чтобы открыть Какую-то статую последнюю В общем-то И все Так у нас уже получается Все с вами открыто Только строй В общем-то Да, застраивай Как говорится Блин, сейчас где-нибудь По-любому новый дом строится Да, у нас? Не? Не строится? Ну, пока непонятно Может здесь? Не, здесь тоже вроде нет Ну, ладно Надеюсь, что нажал туда, куда надо Ну что Время платить налоги Как говорится Поехали Так Собираем Иии Нам нужно назначить Свободного жителя Найс Назначено Все В 18.04 Будет теперь собирать Бегать налоги Надеюсь О-о-о Че, с налогов столько? Это столько с налогов Сразу плюсануло Неплохо Вот этот Если так То это хорошо Если так То это прям вообще Замечательно Решилка Я поставлю здесь Наверное Амбар Еще для хранения Пшеницы и муки На всякий пожарный случай Мне кажется Нужно Чтобы она хранилась Хорошенько Вот Там как раз Будет много места Две ячейки Под Не сажайтесь больше Не сажайтесь Сейчас будет Амбар строиться Амбар И будете хранить Здесь свое пшено Потому что Триты и фермы Должны справляться С наплывом Скажем так Должно быть Какой-то плюс У нас По пшенице Ну что Все работает Все хорошо Непогода Закончилась Наконец-таки У нас прям Жесткий минус По ягодам Сейчас пошел Но я надеюсь Что это было Из-за непогоды Сейчас они по идее Должны баланс Наш ягодный Так сказать Восстановить Поселение Если что Мы конечно С вами прибегнем К мерам И поставим Здесь еще сборчиков Тогда уж точно хватит Вот Поле собственно Засеивается Возможно Буду сделать побольше Еще его Потому что Как-то пшеница Вроде бы Собирается Но вроде бы Ее не хватает И хлеба Ну чуть-чуть Побольше конечно Стало Но это все равно Мизер Поэтому Буду смотреть Возможно Придется еще расширяться Посмотрим Нужна ли мельница Будет дополнительная Ну и тогда Я думаю Примерно в следующий раз Мы с вами Займемся Производством пива Потому что В таверну Нужно нам С вами пиво Поставлять Чтобы они там Продавали его Потому что Пока оно просто Простает у нас По-прежнему И даже блюда Не продаются Там нифига Именно чтобы продавать Можно выбрать Только либо пиво Либо вино Зачем делать блюдо Пока не очень понятно Но я надеюсь Что когда здесь Будут продажи пива То ребятки Будут закупать и блюда И может быть Какие-нибудь постояльцы Появятся Не знаю Посмотрим Короче говоря Вот Пока что Мы с вами закончим Я думаю Всем спасибо За просмотр Не забывайте Комментировать Нажимать на колокольчик Ну а мы С вами увидимся В следующий раз Всем до скорого И пока-пока